Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Пока ты смотришь его, происходит историческая битва. Эфириум, Кардана и Полка Дот сошлись в смертельной схватке. Все они сражаются за доминирование в качестве лучшего блокчейна для смарт-контрактов. На данный момент лидирует Эфириум, что имеет смысл, так как во-первых он был первым, а во-вторых Полка Дот и Кардана еще не находятся в той форме, в которой они должны быть по мнению разработчиков. В то время как Кардана еще полностью не развернул свою функциональность, Полка Дот уже готов к битве и скоро начнет отбирать проекты, которые будут присоединяться к его блокчейну. Таких проектов уже около двух сотен, которые желают попасть в ограниченные места в блокчейне Полка Дота, что оставляет место для множества предположений, какие именно это будут проекты, какие проекты станут счастливыми победителями и соответственно потенциально могут дать большие иксы. В конце концов криптовалюты, относящиеся к таким проектам, которые займут эти парачейновые слоты, скорее всего покажут невероятную прибыль после того, как это случится. Именно поэтому сегодня я объясню тебе, что такое парачейн-аукцион, в чем суть его процесса и какие топ-3 проекта, по моему мнению, займут места в Полка Доте и соответственно дадут иксы. Но как всегда это не финансовый совет, а просто мое мнение. А перед началом я хочу сказать, что я думаю, что нас ожидает самый масштабный альткоин-сезон в ближайшие месяцы. Почему я так думаю? Потому что об этом говорят многие уважаемые мною профессионалы, например Боб Лукас и Да Винчи. Именно поэтому сейчас очень важно выбирать проекты грамотно и держать их. Если есть какие-то сомнения или желание повысить свои шансы, выбрав правильные монеты, приходи ко мне в группу. Но единственный набор в этом году закончится уже через 3 дня и больше я эту тему поднимать не буду. Вступить можно по ссылке в описании. Там же есть и ссылка на мой телеграм, если у тебя есть вопросы, я могу ответить по этой ссылке. Как многие знают, Полка Дот это блокчейн, совместимый со смарт-контрактами, который был запущен в мае прошлого года, но белая бумага которого появилась еще в 2016. Полка Дот был основан одним из сооснователей Эфириума, доктором Гевином Вудом, чтобы, прямая цитата, «воплотить обещания, которые не сдержал Эфириум». Это заявление имеет отношение к Эфиру 2.0, который должен был быть запущен вскоре после того, как свою работу начала основная сеть Эфириума в 2015. Но вот уже 2021. Учитывая то, что Гевин Вуд, бывший технический директор Эфириум Фаундейшн, не будет сюрпризом, что архитектура Полка Дота очень похожа на Эфириум 2.0, только она уже существует. Базовый блокчейн Полка Дот называется Рилей Чейн. Он работает на основе алгоритма Proof of Stake. Сам по себе Рилей Чейн не поддерживает смарт-контракты и работает только с несколькими типами транзакций, конкретно с теми, которые имеют отношение к стейкингу. Полка Дот же получает свой функционал от дополнительных блокчейнов, которые подсоединяются к Рилей Чейн, как это видно на схеме. Эти дополнительные блокчейны называются парачейнами и паротредами, и они перебирают от основного блокчейна Рилей остальные функции, такие как, например, алгоритм работы Proof of Stake, совместимость друг с другом и, конечно же, безопасность всей этой конструкции. Парачейны можно считать постоянным дополнением Рилей Чейна, в то время как паротреды что-то вроде предоплаченного блокчейна. Каждый из парачейнов и паротредов может обрабатывать только один процесс, например, запускать одно децентрализованное приложение или выполнять одну функцию. В Рилей Чейн доступно от 50 до 200 слотов. Ограниченное количество слотов обусловлено тем, что количество ресурсов сети Полка Дот тоже не бесконечно, и это ограниченное пространство означает, что должен быть некий выбор, какой именно проект получит этот слот. Грубо говоря, как студенты поступают на бюджет, желающих много, а мест ограниченное количество. Именно в этот момент приходит так называемый аукцион парачейновых слотов. Аукцион парачейновых слотов очень похож на обычный аукцион с одним ключевым отличием. Вместо того, чтобы определять победителя на основе его ставки в конце аукциона, победитель определяется по ставке на основе случайного скриншота всех сделанных ставок во время аукциона. Это сделано для того, чтобы предотвратить битву ставок на последних минутах аукциона. После того, как команда Полка Дота закончит тестировать соединение и совместимость парачейнов и паратредов, аукцион парачейновых слотов запускается холдерами токенов Дот с помощью голосования в сообществе. Такие аукционы только будут проводиться. Сначала аукцион пройдет на Кусама и, судя по словам Гэви Давуда, создателя Полка Дот, аукционы могут начаться уже в следующем месяце, то есть в апреле 2021. Судя по имеющейся информации, за один раз в аукционе будет участвовать только один слот, а аукцион будет длиться две недели. За эти две недели те проекты, которые желают занять слот в Полка Доте, будут размещать свои ставки в токенах Дот. Любой проект, который поставит самую высокую ставку в токенах Дот на момент случайного скриншота, в конце аукциона выиграет парачейновый слот и вскоре после этого будет подключен к основному блокчейну Полка Дот, который, как мы уже знаем, называется Relay Chain. Интересно то, что Дот, который они используют для того, чтобы ставить ставки в парачейн-аукционах и занять этот парачейновый слот, не продаются. Они закладываются до окончания аренды этого парачейнового слота. Только после окончания этой аренды проект может продать свои токены Дот или снова поставить их на аукционе для сохранения своего слота. Короче говоря, слить свои Доты сразу же после аукциона нельзя. Период аренды слота 6 месяцев, но проект может продлевать аренду вплоть до 2 лет по каждому из парачейновых аукционов. Но на самом деле не у каждого проекта, который хочет подключиться к Полка Доту, хватает токенов Дот, чтобы занять этот слот. Именно поэтому Полка Дот разработал уникальный краудфандинговый механизм, который называется первичное предложение парачейн, или же IPO. Однажды я уже рассказывал тебе об этом, называя первичное предложение парачейна, чем-то вроде IPO в акциях, когда компания размещает первичное предложение акций, или ICO в криптовалюте, когда криптопроект размещает первичное предложение токенов. По моему мнению, первичное предложение парачейна может стать триггером для дальнейшего роста самого Полка Дота. С помощью первичного предложения парачейна, холдеры Дот могут занять свои монеты своему любимому проекту на Полка Доте, и сделать это могут на протяжении двух недель аукциона, в котором этот проект участвует. Взамен Полка Дот дает таким холдерам свои нативные токены или другие криптовалюты, например, стейблкоины, если этот проект выигрывает в парачейновом аукционе. Но есть один нюанс. Те токены Дот, которые ты занимаешь этим проектом, будут заблокированы вплоть до окончания аренды слота, то есть на срок от 6 месяцев до 2 лет. Так как ты не можешь их продать в течение этого срока, а цена может начать очень сильно колебаться, вопрос о таких действиях остается открытым. Ведь к концу аренды цена этих токенов внезапно может оказаться ниже, чем в начале. Хотя бесспорно, может оказаться и значительно выше. Однако, если ты занял свои Доты правильному проекту, и он выиграет парачейн-слот на блокчейне Полка Дота, токены, которые ты получишь взамен, могут принести намного большую прибыль, чем прибыль от продажи самих Дот. Это и привело меня к первому многообещающему проекту, который ищет парачейн-слот на Полка Доте. И это Акала Нетворк. Она была основана в октябре 2019 года группой китайских специалистов. Из всех существующих проектов Акала, скорее всего, сможет занять парачейновый слот на блокчейне Полка Дот. Один из основателей Акала, Фу Яо, является создателем мобильного кошелька Полка Дот. А второй создатель Акалы, Ру Итао, является одним из ключевых участников разработки языка программирования Полка Дот Субстрат. Как видишь, создатели этого проекта тесно связаны с Полка Дотом. А один из них и вовсе создал язык, на котором Полка Дот функционирует. Полка Дот использует этот язык, что и позволяет ему работать. В июне 2020 Акала получила грант от Web3 Foundation, который разрабатывается Полка Дотом. Также Акала Нетворк является одним из тех проектов на Полка Дот, за которыми Гевин Вуд, создатель Полка Дота, следит в Твиттере. И что более важно, Акала намерена привнести серьезную ценность и полезность в экосистему Полка Дот. Акала описывает себя как DeFi Hub Полка Дота и включает в себя два основных протокола. Первый – это протокол децентрализованного стейблкоина, который называется HONZON. Он делает возможным чеканку криптообеспеченных стейблкоинов доллара США под названием AUSD. И второй – это протокол токенизированной стейкинговой ликвидности HOMA, который делает возможным использование токенизированной версии Дот, заблокированных в стейкинге. Они называются LDOT, сокращенно от LOCKED DOT. А заблокированы они в DeFi протоколах на Полка Доте. Акала также разрабатывает кроссчейн-децентрализованную биржу, которая сможет перенести, например, биткоин в Полка Дот. Такой перенесенный актив будет уже называться RENBTC. И его можно будет обменять на DOT или AUSD, о котором мы уже говорили. Итак, сейчас ты наверняка ищешь Акалу в CoinMarketCap или CoinGecko, и не можешь его найти. И неудивительно, потому что он еще недоступен. И будет недоступен до тех пор, пока Акала не займет парачейновый слот в Полка Доте. Именно поэтому я считаю, что он просто мега перспективный, просто горячий токен. В недавней презентации сооснователь Акала Бетти Чен отметила, что Акала надеется собрать свою ставку для парачейна аукциона через краудфандинг. Кроме этого, она сказала, что проект гарантированно получит паратредовый слот, если проиграет аукционно-парачейновый слот. Давай теперь поговорим немного об экономике токена Акала ACA. Максимальное предложение ACA составит 100 миллионов токенов. 12% от предложения будет распределено среди тех, кто участвует в первичном предложении парачейна в пропорциональном отношении к количеству токенов Дот, которые холдеры Дот делегируют. Об этом мы уже сегодня говорили. Следует отметить, что ранняя версия белой бумаги Акала говорила, что при необходимости команда может чеканить новые токены ACA. Однако новая трактовка белой бумаги заявляет, что токены ACA – это предмет рединоминации. То есть со временем 34% предложения окажется в руках сообщества через различные инициативы. Интересно то, что Акала планирует держать парачейновый слот на протяжении 6 лет. После этого она планирует перейти на свой собственный блокчейн, который будет совместим с Полка Дот, вместо того, чтобы быть связанным с блокчейном Полка Дот навсегда. Для меня пока что не совсем ясно, что это значит для Каруры. Это сестра Акалы, которая планирует запускаться на Кусама – тестовой сети для Полка Дот. У Каруры будет собственный нативный токен, который называется CAR, с такой же токеномикой, как и ACA. Скорее всего, Карура послужит как пробный запуск для старта Акала на Полка Доте. Следующий проект, который ищет место в парачейн-слоте на Полка Доте, но уже имеет токен на рынке – это FALA Network. FALA была основана в конце 2018-го группой из четырех китайских специалистов. Все они имеют опыт работы на руководящих должностях в некоторых из крупнейших технологических компаний мира, например, в таких как Tencent и таких как Google. Интересно то, что один из основателей этого проекта также был создателем Bitcoin Gold – форка биткоина, который может майниться при помощи обычного компьютера. Как и Акала, FALA также получила грант от Web3 Foundation летом 2019-го. Также этот проект известен как один из любимых Полка Дот-проектов у Гевина Вуда, создателя Полка Дот. По своей сути, FALA – это конфиденциальная децентрализованная база данных с функциональностью смарт-контрактов. Сеть использует доверенную среду исполнения, или TEE, для обеспечения конфиденциальности пользователя. Для тех, кто не в курсе, TEE используется везде – от смартфонов, которыми ты пользуешься, до видеоигр, в которые ты играешь. Это делает возможным вычисление зашифрованных данных. Без него, например, злоумышленник мог бы вытащить твои персональные данные через игру, в которую ты любишь играть. FALA вмещает в себя три основных протокола. Первый – это Web3 Аналитика – децентрализованная альтернатива Google Аналитике, которая возвращает контроль над данными назад пользователю и позволяет пользователям конфиденциально делиться своими данными с сайтами и сервисами, с которыми они взаимодействуют. В отличие от этого варианта, сейчас вся информация, которую мы оставляем в интернете, сохраняется теми сервисами, в которых мы ее оставляем. Вспомнить только скандалы Facebook. Это протокол, который обеспечивает конфиденциальность и совместимость транзакций для грядущего, недавно переименованного криптовалютного проекта Facebook – DM. И, наконец, третий протокол – Dark Pool и Dark кошелек на Kusama. Этот протокол делает возможным торговлю на блокчейне Kusama с полной конфиденциальностью. Также в декабре прошлого года Акала и Фала успешно продемонстрировали крошейн-транзакцию для парачейнов Polkadot. В отличие от Акала, токен Фала начал торговаться на открытом рынке как токен RC20 в сентябре прошлого года. Изначальное предложение этого токена составляет 1 миллиард токенов. Белая бумага предполагает, что ежегодная инфляция после запуска основной сети Фала составит 5%. Как распределяются токены? 15% от первоначального предложения были проданы на частные распродажи. Всего 5% предложения находится у команды, а все остальное различными способами будет распределено между сообществом. В основном в виде вознаграждения за майнинг. Кстати, нужно заметить, что только 9% от всего предложения Фала были отмечены для участников первичного предложения парачейна. И на Kusama, и на Polkadot. Это означает, что холдеры DOT, которые предоставят свои DOT для проекта на аукционе, получат вознаграждение на общую сумму 9% от всего предложения токена Фала. К слову, недавний опрос Фала в Твиттере говорит о том, что идея создания раздельных токенов для Kusama и Polkadot тоже рассматривается. Это не только имеет смысл, но и упрощает расчет возможной доходности при использовании токена Фала, существующего на рынке в данный момент. Логично предположить, что второй токен на Kusama будет иметь аналогичную оценку, что и на Polkadot. К сожалению, не очень похоже, что Фала также близка к парачейновому слоту, как Акала. Все из-за того, что они еще не закончили предварительную стадию перед запуском основной сети, которая называется Darth Vader. До того, пока эта стадия не будет завершена, вряд ли Фала будет торопиться занять парачейновый слот на Kusama или Polkadot. Но, как только эта стадия будет пройдена, Фала Нетворк обязательно постарается попасть в парачейн-слот на Polkadot. И, наконец, третий проект, который уже готов занять свой слот, а также имеет токен, который уже торгуется. Это Литентри. Он был основан в апреле 2019 года экспертом по информационным технологиям Ханван Ченом. Как и разработчики Фала, Ханвен имеет близкие связи с Polkadot, ведь его предыдущее место работы это Parity Technologies, прибыльная компания по разработке ПО, возглавляемая кем? Неожиданно Гевином Вудом, создателем Polkadot. На самом деле, Parity Technologies – это компания, учрежденная в Web3 Foundation для разработки Polkadot и Kusama. И, опять же, работающая на уже знакомом нам языке программирование Substrat, который создал один из основателей Акалы, первого проекта, о котором мы сегодня говорили. О, как все связано! Говоря о Web3 Foundation, Литентри также получили грант от них на той же волне спонсирования, что и Фала. У Литентри одно уникальное и ценное предложение – это кроссчень, децентрализованное управление идентификацией личности. Например, Литентри делает возможным такие вещи, как построение кредитной истории, которая позволяет брать займы с меньшим обеспечением в конфиденциальной и не требующей доверия манере. Чисто криптовалютная философия. Как и Фала, Литентри имеет три основных продукта и протокола. Первый протокол Литентри называется Registrar, который делает возможным верификацию личности в блокчейне, не требуя доверия к третьей стороне, как это происходит в традиционной манере. Второй протокол называется Identity Runtime Protocol. Он позволяет связывать учетные записи одной личности в одном блокчейне. И, наконец, третий протокол – это мобильное приложение Аутентификатор, которое позволяет связывать все учетные записи ончейн для создания уникальной идентификации Литентри. Это лишь немного из того, что может предложить Литентри. Давай поговорим об экономике его токена. Токен Литентри – Лит – уже торгуется на нескольких биржах, например, Binance. Как и ACA, первоначальное предложение Лит – 100 миллионов монет. С инфляционной целью 5% в год, которое начнет свое действие в 2025 году. Еще по аналогии с ACA, токеномика Лит подразумевает, что предложение может быть изменено в зависимости от обстоятельств. Лит существует как ERC-20 токен эфириума, либо же BIP-20 токен на Binance Smart Chain. Подозреваю, что это из-за того, что Binance проводил лонж-пул этого токена. Распределение Лит для лонж-пула составило 3% от изначального предложения. Было разделено между теми, кто ставил свои BNB, BUSD и DOT. Еще 20% было продано во время двух закрытых распродаж, 15% оставлены для команды, 17% зарезервировано для Литентри Фаундейшн, и целых 45 миллионов Лит были зарезервированы в качестве вознаграждения участникам первичного предложения Парачейна для аукциона, в котором Лит будет участвовать. В отличие от Акала и Фала, Литентри не конкретизирует, как и когда они будут участвовать в этом аукционе. Однако их дорожная карта намекает, что это произойдет приблизительно в следующем квартале. Документация Литентри не показывает заинтересованность проекта в запуске на Кусама, что, по-моему, очень странно. Ведь предложение, выдвинутое на Кусама о предоставлении услуг идентификации для пользователей блокчейна Кусама, было одобрено пользователями. Поэтому я предполагаю, что это будет все-таки полкодот, чем Кусама. Так как Литентри будут предоставлять услуги и для Кусама, и для полкодота, я думаю, что очень маловероятно, что они не смогут в какой-то мере получить свой парачейн-слот в блокчейне полкодота. Все дело в новом классе парачейнов, который называется Common Good Parachains. Я перевел это как парачейна общественного блага, но точно не знаю, это правильно или нет. Полкодот рассказал об этом в недавнем посте в своем блоге. Я прочитал этот блог и скажу тебе. Необходимость парачейнов общественного блага может быть подытожена всего лишь одной цитатой из этого блога. Сейчас я ее покажу. Он-чейн-система управления полкодота может выделить парачейновые слоты, в том числе, если это принесет выгоду для сети в целом, без затребуемого залога и на постоянной основе. Это уже неплохой такой намек, не так ли? Дальше больше. Команда полкодот рассказала о двух типах блокчейнов, в которые могут быть выделены такие парачейновые слоты по решению управления. Первый тип это блокчейны системного уровня, которые обеспечивают функциональность экосистемы. Например, управление. Проще говоря, вполне возможно, что парачейновый слот будет назначен блокчейну, который может справиться со сложными процессами управления для всей экосистемы полкодота. И второй тип блокчейнов называется блокчейн общественного блага. Блокчейны общественной полезности, которые могут иметь свои собственные токены, но должны так или иначе опираться на токен Кусама или Дот. Этими блокчейнами могут быть, например, мосты, которые дают возможность полкодоту взаимодействовать с другими блокчейнами, которые не написаны на языке программирования субстрат. Это один из примеров парачейнов общественной полезности. И на основе этой статьи в их блоге, что-то мне подсказывает, что предназначение общественной полезности также может быть расширено на Акалу, Фалу и Литентре. Возможно, ты сейчас, так же, как и я, задался вопросом, а почему у полкодота ограниченное количество парачейновых слотов? В конце концов, если нет ограничений на количество этих соединений с основной блокчейном полкодота Relay Chain, эти парачейновые аукционы были бы и вовсе не нужны. Логично, да, ведь это бы сделало экосистему полкодота значительно больше, обширнее, масштабнее, а значит и влиятельнее. Но это не совсем так. Если бы не было ограничений на количество парачейнов и паратредов, растущее количество различных транзакций от растущего количества децентрализованных приложений сделали бы всю экосистему полкодота непригодной к использованию. Возможно, я расскажу тебе почему в каком-нибудь отдельном видео. Несмотря на то, что я очень позитивен ко всем этим трём проектам, о которых мы сегодня говорили, могу сказать, что их токеномика могла быть лучше. Фала здесь точно в роли отстающего. Очень мало токенов будет распределено среди комьюнити. Ещё одна проблема Фала — это предоставление второго токена для Кусама. Это может снизить и разделить ценность всей этой сети. Несмотря на то, что у Акала тоже есть два токена, я не думаю, что у них будет такая же проблема, так как ни один из них ещё не запущен. И уже давно известно, что и Кусама, и Полка Дот будут иметь свои токены для Акала. Также информация об инфляции очень спорная. Почему? Потому что у команд есть возможность чеканить или сжигать токены по их собственному желанию. Об этом они пишут в белых бумагах своих проектов. Всё это предполагает опасный уровень централизации, который вряд ли будет решён соединением с блокчейном Полка Дота. Несомненно, эти проекты предлагают серьёзную ценность для экосистемы Полка Дот. И тот факт, что они на хорошем счету у его создателя Гевина Вуда, очень помогает мне быть позитивным по отношению к этим проектам. В конце концов, Гевин Вуд — создатель Полка Дота, и один из трёх членов Web3 Foundation, который и раздаёт все эти гранты самым перспективным проектам, в том числе и трём нашим проектам. Гевин Вуд также имеет существенное количество голосов для поддержания проектов, в которые он верит, и которые будут работать на общественное благо. Вот такой длинный ролик! Как же я задолбался его записывать. Особенно писать сценарии. Но тем не менее, три проекта, которые я считаю очень перспективными, на базе Полка Дота. Напиши своё мнение в комментариях. А также, если видео тебе было полезным или интересным, не забудь поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, поделиться им с друзьями, прокомментировать и обязательно разбогатеть. На этом всё. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok